Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под каким девизом она состоится? Под девизом искусство объединяет Но нужно отметить, что так как год 2019 был объявлен годом театра Несмотря на то, что наш музей это военно-исторический музей Мы все-таки решили немножечко углубиться в тему театра Потому что театр это жизнь, театр это то, что происходит вокруг нас Потому что театр это то, что людей тоже объединяет Какие самые интересные события запланированы? Что отличного от мероприятий, которые были в прежние годы? Ну будем говорить о том, что учитывая, что каждый год меняется девиз Ночи искусств Каждый год наша страна уделяет внимание тому или иному объявленному году В этом году это год театра И все мероприятия, которые будут проходить во всероссийскую акцию Ночи искусств будут посвящены в основном году театра В этом году эти мероприятия будут проходить в культурно-выставочном центре Это один из объектов Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Который находится на улице Ленина, 35 И начнутся мероприятия в 15 часов В 15 часов произойдет очень знаменательное событие Это открытие выставки и картин членов Союза художников России Валерия и Виталия Либо Выставка называется «Под небом Севастополя» Нужно отметить, что эта выставка будет проходить впервые В культурно-выставочном центре С этими художниками, возможно, с их работами знакомы многие Но помимо их художественных работ Там на выставке будут представлены еще работы в новой технике для этих художников Они работают в технике росписи Здесь будут представлены интересные их, я бы сказала так, экспонаты И люди смогут познакомиться с этими художниками уже как несколько с другой стороны И Валерий и Виталий Либо являются преподавателями Севастопольской художественной школы Учат своему, скажем, великому мастерству, которым овладели сами Учат детей И на выставку, конечно же, будет интересно прийти не только детям, но и взрослым Для того, чтобы посмотреть и познакомиться с работами этих художников Ну и для себя, возможно, определиться с какими-то своими интересными моментами Что заинтересует людей, керамика или художественное мастерство Итак, вот 3 ноября в 15 часов, то есть предстоящее воскресенье У нас старт большому мероприятию, которое называется «Ночь искусств 2019» Российская масштабная акция будет дан как раз-таки с открытием вот этой выставки Великолепно Дальше, что будет в программе и, кстати, о возрастных ограничениях Давайте тоже поговорим Мероприятия, я так понимаю, подготовлены для людей совершенно разного возраста, верно? Конечно, конечно При подготовке всей обширной программы, естественно, мы учитывали возрастные особенности всех Кто хотел бы присоединиться к этой всероссийской акции Естественно, мы уделили внимание здесь и детям, и взрослым Выставка будет интересна, как вы понимаете, и детям, и взрослым И дальше поговорим о той программе, которую представляет наш музей «В ночь искусств» В 16 часов для детей пройдет интерактивное занятие «Мы поставим сказку сами» Здесь все дети, пришедшие на это мероприятие, смогут ощутить себя на минуточку артистами Для них будут предложены различные занятия, различные задачи, с которыми впору справятся, наверное, только тем, кто любит театр, кто хочет быть артистом, ну и кто хочет, в конце концов, просто попробовать себя в роли артиста А кто будет проводить этот увлекательный мастер-класс для ребят? Ну, если говорить конкретно об этом интерактивном занятии, то это интерактивное занятие буду проводить я Как интересно, но есть ли какие-то секреты? Как заранее подготовиться, чтобы блеснуть, уж так блеснуть, воспользоваться этой возможностью звездного часа? Я так думаю, что в душе каждого ребенка живет артист И нужно отдать должное, что только мы, взрослые, можем рассмотреть эти актерские способности своего ребенка Возможно, кто-то из родителей уже заинтересовался, изучив афишу наших мероприятий на «Ночь искусств» Кто-то заинтересовался, потому что заметил какие-то особенности поведения, особенности восприятия своего ребенка Но нужно отметить, что для этого не нужно никаких предварительных подготовок Потому что придя на это занятие, дети будут объединены общим духом и атмосферой того, что вы все можете Вы все артисты, вы все таланты от природы, от рождения И только вам под силу показать это сегодня или, возможно, завтра Но я думаю, что все, кто придет присоединиться именно к этому занятию, смогут свои способности раскрыть во время этого мероприятия Для какого возраста детей вот эта «Ночь искусств» станет звездной? Какого возраста? Если мы говорим конкретно о «Мы поставим сказку сами», то здесь могут в этой части нашего большого мероприятия Я говорю сейчас обо всей акции «Ночь искусств» То именно в этой части мероприятия будет интересно принять участие детям в возрасте от 6 лет Ну и, возможно, до 13-14 лет То есть это младшая школа и средняя, возможно, с переходом в старшие классы Вы знаете, вот из этого обширного списка мероприятий, которые сейчас передо мной находятся Я бы выделила для себя вот одно, которое привлекло мое внимание Лекция «Экскурсия. История одного экспоната» Я немножечко забегаю вперед, потому что тут еще есть некоторое количество мероприятий Но вот о нем хотелось бы узнать подробнее Что за уникальные экспонаты, что за особенные артефакты Вы готовы будете показать 3 ноября всем посетителям, участникам этой масштабной акции? Если говорить о лекции «Экскурсия. История одного экспоната» Она интересна сама по себе тем, что отталкиваясь только от одного экспоната Который мы будем представлять на лекции «Экскурсии» Можно заглянуть в огромный мир театра Севастополя Потому что экспонат, который мы будем представлять Это афиша МХТ 1900 года Серьезный возраст Нужно отметить, что это была первая гастрольная поездка МХТ Во главе со Станиславским По системе которого работает весь мир И которого почитают все знатоки и любители театра И вы знаете, когда мы готовились именно к этой части акции Мы очень интересные такие факты узнали Вот, как бы, не хотелось бы, с одной стороны, не хотелось бы раскрывать все секреты Понимаете, да, в преддверии этого мероприятия Но нужно... Ну, хотя бы немножечко приоткроете завесу Давайте, давайте немножечко эту завесу Этот занавес, театральный занавес Немножечко распахнем Дело в том, что севастопольская публика до 1900 года Была уже достаточно избалованной публикой театральной деятельностью Севастопольцы были знакомы с деятельностью театров И украинских, и русских Сюда в Севастополь приезжали и комиссар Жевская И другие известные деятели театральные, да, актеры Ну, нужно отметить, насколько переживали Актерская труппа МХТ Перед поездкой в Севастополь Во-первых, это было сопряжено с тем, что в Крыму находился на этот момент Антон Павлович Чехов И ради него везли сюда, значит, дядю Ваню Спектакль, да И здесь, в Севастополе, произошла эта встреча И Чехов был на своем спектакле И эти гастроли продолжались всего четыре дня в Севастополе И насколько вся труппа переживала, когда шел спектакль Первый спектакль, когда проходил первый спектакль Очень интересно, да, в документах написано Что когда закончился первый акт И в зале была напряженная тишина Все актеры, находящиеся на сцене, они не понимали, что происходит Неужели не понравилась постановка? Вот, и когда зал взорвался аплодисментами Все были, конечно, поражены тем, что Публика, зрители Севастополя по достоинству Оценили игру этого знаменитого в будущем театра И нужно сказать, что вот, отталкиваясь именно от афиши Да, мы можем проследить некий такой театральный путь Деятельности и театра в Севастополе И деятельности тех, кто приезжал на гастроли в Севастополь Ну, судя по тому, что вот в списке имеется вот этих великолепных мероприятий Вас поддержат в этой масштабной акции большое число самых талантливых коллективов Давайте немножечко и о них расскажем Чтобы, ну, как можно больше дать информации Тем, кто готов прийти на эти масштабные события Ну, во-первых, нужно обязательно сказать о том Что у нас пройдет встреча Вечер встречи В 18 часов начала С заслуженным артистом Республики Крым Актером драматического театра Бориса Лавринева Черноморского флота Ильей Домбровским Илья замечательный человек Знаете, наверное, сказать неправильно будет Да, как и все артисты Да, замечательный человек Очень яркий Очень общительный Очень скромный И, вы знаете, с Ильей Домбровским Мне посчастливилось познакомиться Да, в преддверии подготовки к этому мероприятию Помимо того, что это творческий человек Это человек ищущий Не стоящий на одном месте Мы буквально в недавнем прошлом Познакомились с одним из учеников Ильи Маленький мальчик приходил к нам уже на мероприятие Имя не помню этого ребенка К сожалению Приходил к нам на мероприятие И читал стихи И читал стихи И вот эта подача И то мастерство Которым смог педагог поделиться С маленьким учеником своим Вы знаете, наверное, это то, ради чего стоит Всем жить И вот эта связь Понимаете, почему именно Илья Домбровский? Потому что это актер Потому что это известный человек Потому что это специалист, профессионал И потому что это великолепный учитель И опять-таки, понимаете, прослеживается такая некая связь Театр, дети, взрослые, актерская игра, творчество, будущее и искусство Жанна Владимировна, давайте же остановимся еще на нескольких пунктах Вот это действительно очень большой Основательно подготовленной программы Что бы особенно вам хотелось отметить? Куда хотелось бы пригласить максимальное количество посетителей? И, кстати, какие из объектов будут 3 ноября открыты? Чтобы и дети, и взрослые смогли прийти и разделить все краски этого события? Ну, я так думаю, что наиболее яркими событиями Наверное, будут все-таки концерт камерного хора Таврический благовест Художественные руководители, дирижер, заслуженный деятель искусства Лауреат Государственной премии Республики Крым Владимир Николенко Этот коллектив, который всегда с благоговением слушают Коллектив, искусству которого ты не устаешь изумляться Чистота пения, великолепная музыка Профессионализм артистов всегда просто завораживает всех слушателей Поэтому в 19 часов приглашаем всех на концерт Таврического благовеста Где состоится? Сейчас мы говорим конкретно о культурно-выставочном центре Расположенном по улице Ленина, 35 И в этот же день у нас состоится в 20.30 в рамках проекта Театральная Россия показ в записи спектакля Смута Государственного академического малого театра России В 20.30 тоже в культурно-выставочном центре Это новый проект И мы приглашаем всех, кто считает себя близким к духу театра Посмотреть этот великолепный спектакль Кстати, здесь, вероятно, есть какие-то возрастные ограничения Об этом, наверное, стоит сказать В вечернее время событие будет проходить Есть ли какой-то ценз? Дело в том, что, учитывая, что все-таки это ночь искусств Мы шли по такому пути, что все мероприятия Все мероприятия наши рассчитаны на людей разного возраста Единственный, конечно, такой маленький нюанс Что в 20.30, я думаю, детям 6 и 7 лет Нужно, наверное, уже готовиться ко сну И смотреть свои сказочные сны Начинать, да И, возможно, вспоминать, как они посетили Мы поставим сказку сами в 16 часов Это мы с вами говорили о мероприятиях, которые запланированы Культурно-выставочном центре музея Но нужно сказать, конечно же, всем севастопольцам И всем нашим гостям, что в этот день, 3 числа С 18 до 20 часов будут открыты для свободного посещения Такие наши объекты, как панорама обороны Севастополя 854-55 годов Оборонительная башня Корниловского бастиона На Малаховом кургане И, конечно же, культурно-выставочный центр Где пройдут основной объем наших мероприятий Но, опять-таки, мы подумали и решили Что в этот день, в день всероссийской акции Ночь искусств, 3 числа все люди с ограниченными физическими возможностями Будут иметь прекрасную, на мой взгляд, возможность Экскурсий на электромобиле по территории Малахова кургана С опытными экскурсоводами Все смогут прогуляться Прикоснуться к нашим святым местам В частности, к Малахову кургану Потому что после реконструкции 2018 года Нужно отметить, что это не только великолепная парковая зона Это более 20 памятников и памятных мест на Малаховом кургане Поэтому приглашаем всех людей с ограниченными физическими возможностями Посетить Малахов курган Для удобства передвижения мы решили Что электромобиль будет ждать наши экскурсионные группы И все, кто соберется присоединиться к нам в эту акцию Будет ждать на входе со стороны улицы Истомина Скажите, какую-то заявку заранее Необходимо ли подавать? Или можно просто в произвольном порядке Прийти и в любое время Эта услуга, замечательная, кстати Будет доступна? Дело в том, что у нас в социальных сетях И на официальном сайте, и в социальных сетях В наших группах, в Фейсбуке, ВКонтакте Есть контактные телефоны По которым можно нам позвонить И мы с удовольствием примем заявку Если это организованная какая-то группа Или же заранее кто-то решил Как бы Быть уверенным в том Что его будут ждать И именно в это время он сможет присоединиться К той или иной экскурсии Или к тому или иному мероприятию Конечно же, по этому номеру телефону Можно позвонить И, естественно, мы запишем все контактные данные И будем ждать Но нужно сказать о том Что в определенное время Все это будет происходить Поэтому с 18 часов Экскурсия на электромобиле А это в 18 В 18.30, в 19.00 и в 19.30 Это получается 4 экскурсии В любое время люди могут подъезжать И присоединяться к той или иной группе И посетить Малахов курган Посмотреть, погулять Послушать наших опытных экскурсоводов Вообще, это замечательное событие Ежегодное для нашей страны Проходит в период осенних каникул И что интересного вы подготовили Для ваших маленьких посетителей В эти дни Несмотря на то, что у нас идет усиленными темпами Подготовка к Всероссийской ночи искусств К нашей разнообразной программе Мы решили сделать приятное И всем детям Севастополя И тем детям, которые приехали в гости В наш замечательный город Мы предлагаем всем детям Ну и, конечно же, родителям В первую очередь, чтобы они обратили внимание Детей на этот момент Провести каникулы в музее Или каникулы с музеем На таких объектах, как Культурно-выставочный центр Ленина 35 И Малахов курган Мы предлагаем детям Присоединиться к нам К различным мероприятиям А мероприятия ждут Такие детей Это интересные познавательно-интерактивные Лекции Лекции игра Четвероногие друзья и помощники Можем предложить детям Освоить навыки морского дела В игре школа морского дела Окунуться в мир актерской игры Сказки на занятия Мы поставим сказку сами Также ждут детей Другие занятия Моя любимая Россия Новый год стучится в дверь И большое морское путешествие Дети вправе сами выбрать Какую программу им интересно посетить Мы опять-таки принимаем Предварительные заявки На проведение каникул Вместе с музеем Для детей Можно позвонить Сказать в каком мероприятии В какой программе Хотят принимать участие дети И мы с удовольствием Примем детей на своих объектах Ну а 3 ноября Я так понимаю Что все ваши объекты Будут открыты Для того Чтобы все посетители Могли совершенно свободно Их посетить И в общем-то насладиться Вот тем мероприятиям Которые запланированы Не хочу повторяться Но значит 3 ноября У нас будут ждать К бесплатному посещению Людей Такие объекты Как панорама Башня Корниловского бастиона Оборонительная башня Это на Малаховом кургане И культурно-выставочный центр Я думаю Что каждый найдет По душе себе И занятия И время провождения И я больше чем уверена Что после таких Интересных Ярких И незабываемых мероприятий Которые подготовил наш музей В ночь искусств Будет постоянно возникать желание Посетить все наши объекты Потому что Севастопольский военно-исторический музей-заповедник Старается идти в ногу со временем Старается делать все Для того Чтобы люди понимали Что объекты музея Работают для людей В разных форматах И мы готовы всем Кто к нам приходит Готовы встретить с радостью Всех, кто к нам приходит Ну что ж Я думаю, что посетители От Мала до Велика Все, каждый Смогут по достоинству Оценить Ту большую Классальную работу Которую организаторы Этого события Провели в преддверии Ночи искусств 2019 Это была тема дня Всего вам доброго До встречи в эфире